привет я евгений смирнов вы на канале сети магазинов беру выходной сегодня хочу рассказать такую выборку сделали о самых дорогих представителях своего стиля нашем ассортименте специально выбирал небольшие бутылки потому что понятно что можно выбрать у нас есть 9 литровый который стоит там под 30 тысяч рублей но это как-то не очень во первых не очень репрезентативно потому что ну бутылка дорогая но пиво которое в ней находится не очень дорогое берет просто объемом во вторых есть честно не очень хотелось таскать эти все огромные баклажки поэтому выбирал вот небольшие бутылки которые как бы по соотношению цена объем ну все-таки внушают получилось вот примерно такое количество я выбирал более-менее представленные на рынке стиле потому что есть еще и слабо представлены типа кельшей которых раз-два и обчелся или биттеров которых у нас к сожалению прямо сейчас почти нету в стране вот поэтому поэтому вот так ну и начинаю рассказывать о самых дорогих представителях своих стилей я с бутылки от гизерии декам но на фоне большинства производителей ламбиков и смеси на их основе декам относительно молодые их основал в девяносто втором году тогдашний производственный директор палм не настолько молодой как тилкан или ламбик фабрик но тем не менее все-таки не из 19 века вот своего варочного порядка водокам нету они закупают сусло у других производителей таких как жирардин или линдеманс вот купажируют сбраживают выдерживают в бочках здесь с нектарином на 100 литров ламбика здесь добавлено порядка 40 литров сок нектарина стоит такая бутылочка 2597 рублей вот это вот небольшая практически кустарная но очень дорогая бутылочка следующий экспонат тропистское пиво три фонтана я я не владею итальянским поэтому читаю как написано единственный сорт этого монастыря единственный итальянский тропист и единственный репель с эвкалиптом во всем единственный ну тропистских монастырей много я уже рассказывал даже не раз что в принципе каждый тропистский монастырь монастырь этого ордена зарабатывает кто как может и в частности вот этот монастырь расположены в риме он производит не только пиво у него там ликеры есть и десерты какие-то вот и вообще тропистских монастырей в той же италии 53 мужских два женских но пиво вареньем зарабатывает только один римский вот это три фонтана не путать с бельгийскими тремя фонтанами совсем другой пивоварни светской и другой направленности вот в общем вот тысячи рублей за 033 это стоит у нас я не знаю когда еще появится пиво от этого монастыря 700 рублей за 033 барливайн волошин от воронежской пивоварни брелок тут этот крепкий десятиградусный барливайн выдержан в бочках из-под хереса педро хименес и продолжает он литературную серию ребята из брелока судя по всему очень любят серебряный век потому что у них вышли уже и ахматов и северянин и цветаева и не только ну и вот у волошин в том числе вот это вот литературная серия стала своего рода предметом охоты коллекционеров потому что эти выпуски лимитированные они не повторяются тысяча триста шестьдесят четыре рубля за 0 375 да еще и не пиво это пуаре ли помье дюбакаш бренд это французы нормандия здесь сброженный на сухогрушевый сок с небольшим количеством боярошника так исторически сложилась вот эта рецептура почему так дорого ну потому что знаменитый малый производитель потому что элитные сорта груш потому что из груш вообще сложнее делать напитки брожен чем из яблок ну и как бы считаются наследниками того самого легендарного врача карла 9 16 века который написал самый первый трактат о сидре и сидроделии 739 рублей за 0 25 дорого это меломель очень крепкий меломель модная стилистика мед сброженный соками фруктов или ягод все больше больше потребителей узнают что есть не зерновые или гибридные напитки брожения такие как сайсер именно меломель и теглин когда в сусле сбраживаемым соединяются разные сахаросодержащие вот здесь вот кроме меда здесь сок малины и черники и потом еще вот это вот все вместе выдержано в дубовых бочках очень вкусно очень крепко плотно ароматно интересно и дорого еще один очень дорогой российский сорт и тоже не пиво это 1575 рублей за 0 25 это айс сайдер от производителя андреев сайдер что такое айс сайдер это выморозка яблочного сока то есть удаление из него лишней воды а потом сбраживание сахаров получается только что дрожжи не справляются и напиток результат получается одновременно и плотным и тельным и крепким и кислым и сладким такой вот десерт почти почти портвейн только на основе яблочного сока не надо путать с apple джеком когда сначала сбраживают яблочный сок на сухо а только потом вымораживает его для повышения конечной крепости в любом случае и та и другая технологии очень не дешевые что отражается на конечной цене продукта хотя это очень вкусно и интересно 6983 рубля за бутылку 0 375 ассамбляж 37 18 19 годов от трех фонтанов на уже не итальянских монахов-тропистов а бельгийских светских производителей ламбиков и и на их основе сусло в основном здесь от линдеманс купажи здесь из трех разных лет и принципе вот это пиво составляет ценность только для тех кто любит дикие дрожжи любит кислые уксусно-кислые кислотные оттенки ноты старого сыра попоны и всего прочего сопутствующего спонтанному брожению бельгийской школы пивоварения другой стороны это такая вот инвестиция которую можно забыть в семейном фамильном погребе лет на 20-30 и ничего ужасного с ней не произойдет а интересное очень даже может быть 2455 рублей за 0 355 совместная работа круг стоев из колорадо и шведской амни пола амни пола известные очень своими экспериментами с фруктами а круг стоев фанаты бочковой выдержки спонтанной ферментации хотя это не мешает им варить и кейзи и айпи и прочие вот эти вот ординарные стиле без дикарей без попоны без кислоты но здесь все-таки ежевика из штата вашингтон и бочковая выдержка то есть это кисло элитно для продвинутых недешево но довольно подарочно 323 рубля за 0 33 после вот этих вот ужасных цифр там в 2 в 3 в 5 тысяч за бутылочку 323 звучит уже не так ужасно но тем не менее это самое дорогое безалкогольное пиво у нас в ассортименте на данный момент пивоварня эгир названа в честь ютуна эгирой скандинавской мифологии это великан предшественник богов и людей расположена во фьордах ну в общем там такая красота в этих фердах что можно простить 323 рубля за 0 33 безалкогольного пива штраф хендрик самый дорогой квадрюпель на данный момент в пересчете цена литр дыхал виман пивоварни которая расположена в центре старинного торгового города брюге само пиво появилось впервые 2010 году лет через 15 после в принципе появление стиле квадрюпель тоже прекрасно годится для эйджинга в фамильном погребе лет на 5 на 10 можно смело рассчитывать стать интересно что предшественник именно этого сорта штраф хендрик не квадрюпель а трипель сваренный в 80-х годах сварила женщина расскажите это тем кто думает что пивоварение это сугубо мужское занятие ну а штраф хендрикс местного диалекта сильный хендрик дело в том что в этой пивоварни традиционно несколько поколений всех первенцев мужского пола называли хендриками или генрихами в переводе на английский поэтому штраф хендрик посвящен сразу всем генрихом этой диан династии стоит этот квадрюпель у нас 450 рублей со 0 33 384 рубля за полулитра из так называемой классики то есть из лагеров светлых низового поражения соответственно без выраженной горечи но вот самый дорогой у нас сейчас вот он августинер это предмет гордости мюнхенцев здесь считают что шпатан там пол лайнер или хофф брой это для туристов или для иностранцев и только августинер мюнхенское пиво для мюнхенцев вот светлая не горькая конкретно этот заявлен как дортмундер днем 5 6 алкоголя хотя в зачет я брал сразу все светлые не горькие лагеры и хелес и международный лагерь но вот как бы из них самый дорогой вот августинер вкусный твердет 806 рублей за 0 33 называется супер бойл твердет пивоварня бельгийская довольно молодая ей нету даже 10 лет но при этом это такие молодые классики в шортах потому что ребята крайне увлечены кислыми темными элями которыми славится фландрия это фламандские красные кислые или на языке стиле и от брюны или аут брюны или ут брюны кто-то говорит чем в каждой деревне говорят по-своему так или иначе это темное пиво верхового брожения обычно с кислотой заметный далеко не всегда с уксусной бывает просто молочная кислота а называется супер бойл потому что у этого сорта сусло кипятится 16 часов это очень долго и очень дорого для понимания стандарт это час-полтора кипячения а тут 16 для чего для того чтобы по максимуму карамелизировать сахара и сделать их крайне интенсивными потом после кипячения не добавляют воду потому что у них нет задачи сделать супер крепкое пиво у них есть задача карамелизовать по максимуму в кипящем сусле они просто добавлением карамельного солода вот такой вот экспонат 390 рублей за 05 angel хефи вайцин типичные представители баварского пшеничного или хотя родом он не из баварии а из земли baden-württemberg которая находится рядом с баварией тоже на юге германии город крайсхайм пивоварня частная семейная ее история тянется из 18 века очень яркий представитель мутный такой нажористый ароматный банан гвоздика все как положено и винтовая пробка что в общем-то в пиве тоже еще пока что редкость а жаль потому что винтовая пробка она лучше страхует от возможного проникновения кислорода под нее же и должен добавить что винтовая пробка это вообще не плохо а это даже хорошо настолько что уже и винные в том числе и серьезные топовые винные хозяйства уже переходит на винт потому что он лучше защищает продукт чем кроме пробка или чем корк 310 рублей за 05 пилснер от ригель это пивоварня немецкая из города аугсбург который входит число старейших городов германии мог бы входить в число старейших городов европы если бы не афины и прочая греция скрытом которые там на 1000 лет старше но тем не менее аугсбург основан еще до нашей эры то есть ему сейчас 2037 лет и 650 лет из этого возраста пивоварня ригель живет вместе с аугсбургом и по заявлению собственников династию управляющих владельцев пивоварен пивоварни не прерывалась 28 поколений причем при этом пилснер идеальный немецкий пилснер звонки сухой выражены горький со всеми атрибутами стиля очень красивый благородный изысканный 3586 рублей за 0 355 оставил на сладкая легенду супер легенду мирового крафта это док фиш хэд 120 минут это дабл ай пи или империал ай пи если угодно индийский бледный l одних из отцов основателей современного крафта пивоварни основана в девяносто пятом году в 2001 году вышел их первый вот это вот суперах миллионы назывался 90 минут то есть 90 минут непрерывного кипячения с непрерывной же задачей хмеля через равные промежутки времени тут 120 минут два часа кипячения и все временно стопом добавляется хмель мы даже как-то делали подобную варку в ростове ну там и руками сыпали хмель а док фиш хэд не поленились и уже тогда 20 лет назад разработали специальный гаджет для того чтобы автоматически задавать определенное количество хмеля в кипящее сусло в общем это ай пи и можно сказать все ручки на пульте вправо крепость 17 цветность для и ай пи тоже в общем-то по верхнему порогу плотность уровень горечи ну примерно 120 единиц расчетный то есть всего 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 здесь очень много это такое жирное пиво что сами производители не рекомендуют пить его в одно лицо и призывают взять на эту бутылочку хотя бы одного лучше двух собутыльников в общем вот боюсь что одна из последних бутылок в россии сорта 120 минут от док фиш хэд рассказал все что собирался рассказать показал все что планировал показать поэтому прощаюсь с вами но тем не менее мы остаемся на связи наши магазины работают и ждут вас у нас ну а в рамках youtube а лайки комментарии колокольчики подписка за все за это мы будем вам очень признательны увидимся пока